Я-то её искать не собирался. Знаю, что за спиртюшут японии, и она меня всё равно найдёт, что придётся вступать в её обоз. Но пока мне сил хватит, я вижу её издалека, пока сохраняю бдительность, я просто так не дамся. Ладно, слушай, пока будешь бдительность сохранять, отдай мне бутылку. Зря я всё рассказал. Надо было как-то обойтись. Твой вечно это рассказывает. Я частенько понять не могу, что он несёт. Ага, Бонн меня знает. Точно знаю, что в тебе кровь дядюшки Римуса течёт. У тебя больше истории, чем у дьявола грешников. Ну, я и его повидал, разговаривал с ним. Дорогие, кто не хочет про это слушать. Привет, па. Это что ещё такое за привет, па? Как жизнь, Роуз? Мистер Бона? Здравствуйте. Привет, Лайонс. Как дела? Неплохо. Я его что-то не видел здесь на прошлой неделе. Оставь парня в покое, он зашёл тебя повидать, а ты опять всё уйдёшь. Я не беспокою. Отхлебни, у нас взаимопонимание. Я знаю, зачем он меня навещает, а он знает, что я знаю. Брось, па. Я просто зашёл посмотреть, как живёшь. А вчера не заходил. Ужинать будешь, Лайонс? У меня курица в духовке. Нет, Роуз, я был тут по соседству. Дай, думаю, загляну на минутку. Ага, по соседству. Ты был по соседству? Потому что у меня сегодня зарплата. Ну, раз сам напомнил, дай 10 долларов. Чтоб я сдох. Я скорее помру и попаду в ад, и сыграю в Блэджек с дьяволом, чем дам их тебя. Вот что мне интересно, как ты дьявола повстречал? Повстречал дьявола? Не смеши, папа. Да, я его видел и даже говорил. Не видел он дьявол, а тот мужчина совсем не дьявол. Он всё, чего не понимает, дьяволом называет. Слушай, Бона, я пошёл в магазин за мебелью. Три комнаты за 298 долларов. Так по радио обещали. Три комнаты за 298. Даже песню сложил. Прихожу, а мне говорят, что в кредит не продают. Я работаю и не могу взять кредит. Что делать? У меня дом со старой мебелью. У Кури кровати нет, он спит на трепе на полу. Я вкалываю, а кредита нет. Прихожу домой злой как чёрт, пытаясь придумать, что делать. Тут стук в дверь, а я тут всего три дня живу. Кто это? Открываю дверь, а там дьявол стоит. В полный рост. Белый парень в приличной одежде, с папкой в руках. Я рот раскрыть не успел. Он говорит, я знаю, что вам нужна мебель и вам не дают кредит. Я чуть не упал. Он говорит, я дам вам кредит, но вам придётся платить проценты. Я отвечаю, что он может взять за это сколько угодно. На другой день подъезжает грузовик, разгружают мебель, шофёр даёт квитки и говорит, первого числа каждого месяца отсылать по 10 долларов на этот адрес. И всё будет хорошо. А если пропущу платёж, то дьявол вернётся, и я очень пожалею. Это было 15 лет назад. И до сих пор каждый месяц я отсылаю 10 долларов. Пусть Роуз подтвердит. Трой врёт. Больше этого мужчину не видел. Вот кто это был, если не дьявол? Я души ему не продавал. Нет, я бы не стал связываться с дьяволом. Но мебель я получил. Я отсылаю 10 долларов, как часы. И сколько лет ты уже платишь по 10 долларов? 15 лет. И до сих пор не расплатился? Сколько же он с тебя содрал? Да расплатился я. 10 раз уже расплатился. Просто я боюсь перестать платить. Трой врёт. Мы эту мебель у мистера Гликмена брали. Не платит он по 10 долларов. Женщина Бонна знает, что я не такой дурак. Я знаю, где можно прикупить Бруклинский мост. Я так скажу. Мне всё равно, пусть это даже сам дьявол, но кто-то должен кредит давать. Ты вот болтаешь, что готов иметь дело с дьяволом, а отвечать перед Богом придётся на страшном суде. Он с тебя спросит. Да, слушай, пап. Дай мне 10 долларов. Я верну. Бонни устроилась работать в больнице. Вот, Бонна, этот ниггер заходит, когда ему что-то надо. Только тогда и вижу его. Мистеру Бонну не обязательно этого слушать. Дай 10 долларов. Я же говорю, Бонни работает. Ну и что? Бонни работает. Плевать. Ты у неё 10 долларов и попроси. Бонни у него работает. Ты-то не работаешь? Пап, я не могу приличной работы найти. Куда я устроюсь? Сам знаешь, работу не найду. У меня есть знакомые. Я могу устроить тебя на сбор мусора. Я тебе говорил в прошлый раз, когда ты что-то просить приходил. Нет, пап, не для меня это чужой мусор таскать. Не хочу я и шачить на кого-то. Что? Ты хорош чужой мусор возить. Откуда 10 долларов взять? Я должен возить чужой мусор и отдавать деньги тебе, потому что тебе лень работать. И спрашиваешь, почему у тебя нет денег. В какой больнице Бонни работает, Мёрси? Нет, в Пастеланд, в прачечный. У меня нет. Отдать тебе десятку и сесть на бобы? Нет, здесь ты 10 долларов не получишь. Тебе не придётся есть бобы. Зачем ты так говоришь? У меня лишних денег нет. Гейб съехал и платит мисс Перл за жильё. Нам приходится экономить. Мне не по карману каждую зарплату тебя снабжать. Я не прошу дарить. Прошу взаймы 10 долларов. Я знаю, они у тебя есть. Да, есть. А почему есть? Я не разбрасываю свои деньги на улице. Хочешь красивой жизни музыканта, ходить по клубам и всё такое, так научись себя содержать. Я же ни у кого ничего не прошу. Слишком долго ремень затягиваю. Мы с тобой разные люди. Я учился на собственных ошибках, а ты до сих пор хочешь получить что-то за даром. Жизнь тебе ничего не должна. Ты сам себе должен. Вот, Бонна скажет, что я прав. Да, у тебя свой способ жить, у меня свой. Для меня важно одно – музыка. Да, вижу. И не важно, что ты будешь есть, откуда возьмётся доллар, да? Ты верно сказал? Я знаю, что надо есть, но и жить надо. Чтобы по утрам как-то вставать с постели, чтобы чувствовать, что этот мир мой, я никому не мешаю. Просто живу музыкой, потому что только так могу жить в этом мире, иначе не знаю, на что я способен. И я же не критикую тебя, как ты живёшь. Я зашёл попросить 10 долларов и не хочу выслушивать про то, как я живу. Парень, твоя мама тебя замечательно воспитала. Меня не изменить, пап, мне уже 34. Хотел бы меня изменить, надо было быть рядом, пока я рос. Я зашёл тебя проведать, попросить десятку, а ты будешь мне говорить, как меня растили. Ты понятия не имеешь, как меня растили. Дай мальчику 10 долларов трой. Что уставился? Знаешь, что у меня денег нет и как я с ними поступаю. Ладно, дай ему, если тебе хочется. Я дал, когда ты дашь деньги мне. Держи. 76 долларов 22 цента. Видел Бона? Я из них обратно 6 получу. О, хватит уже всем брать. Вот, Лайонс. Спасибо, Роуз. Надо бежать, потом заскочу. Погоди, ты сказал спасибо, Роуз. А у кого она взяла деньги? Вот так меня сделали? Да, она взяла их у тебя, пап. Спасибо, я их верну. Опять врёшь. Пока я увижу эту десятку, ты ещё 30 задолжаешь. Пока, мистер Бона. Счастливо, Лайонс. Спасибо, пап. До скорого. Ага. Ну, почему парень не хочет найти работу и позаботиться о своей женщине? Всё, наладится трой мальчик, и всё, молодой. Этому мальчику 34. Давайте не будем об этом. Слушайте, мне пора. Люсиль заждалась. Видишь эту женщину? Я люблю эту женщину. Я так её люблю, что больно. Я так её люблю, что не знаю, как ещё её любить. Так что знай, Бона, не заходи за мной утром в понедельник и не зови на работу, потому что я буду занят. Трой, перестань. О, я не обращаю внимания, Роуз. Это пьяная болтовня. Болтай, Трой. До понедельника. Не смей заходить, Нейгер. Я сказал, что мне буду занят. Тихо, не во вторник.